Абрау Дюрсо. Лидер по производству игристых вин в России. Также выпускает красное и белое вино, крепкий алкоголь, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Компания владеет пятью винодельнями, три из которых в Краснодарском крае, а остальные в Ростовской области и Азербайджане. Также Абрау Дюрсо принадлежат 7 тысяч гектаров земель, половина из которых засажена виноградниками, а также логистические центры в Краснодаре и Московской области. Большую часть выручки компания получает от реализации алкоголя. Прочий доход приносит продажи виноматериала другим производителям и винный туризм. Да, вы не ослышались. На берегу озера Абрау компания построила отель и спа-комплекс. Ежегодно Абрау Дюрсо продает 50 миллионов бутылок, при этом 80% это алкоголь собственного производства, а остальное импорт под собственными брендами. Вся эта продукция рассчитана на массовый сегмент и в среднем бутылка стоит 500 рублей при себестоимости в 200. На налоги акцизы уходит по 150 рублей с бутылки. Имение Абрау Дюрсо основал Александр II в 1870 году. С 1891 тут производят игристые вины. Современная история компании началась в 2006 году, когда контрольный пакет акций приобрел бизнесмен Борис Титов. Он вложился в модернизацию. Мощность возросла с 4 до 14 миллионов бутылок в год. Открылись новые объекты, среди них туркомплекс. В 2020 власти запретили использовать импортный материал в производстве игристого. После этого компания расширила собственные виноградники. У Абрау Дюрсо есть конкурентные преимущества. Во-первых, это самый известный отечественный бренд игристого с долей рынка 20%. А на фоне санкций, ограничивающих импорт иностранного алкоголя, доля может вырасти. Во-вторых, компания на 80% обеспечена сырьем, а остальное закупает в России. В-третьих, Абрау Дюрсо участвует в госпрограммах развития виноделия, получая субсидии и вычет по акцизу на виноград. Но и риски у компании есть. Первый – дефицит саженцев винограда из-за санкций. Второй риск – сельскохозяйственный. Виноград – капризная культура. Чуть не доглядел – не урожай. Третий риск – регуляторный. Государство может повысить возраст для продажи алкоголя, ужесточить требования к качеству сырья, увеличить акцизы и отменить вычеты по ним. Четвертый риск – убыточность туристического сегмента. За пять лет инвестиции выросли в два с половиной раза, а операционный поток всего в полтора. Пятый риск – мода на ЗОЖ. Все больше людей отказываются от алкоголя. Динамика акций Абрау Дюрсо будет зависеть от развития российского рынка алкоголя в условиях санкций и решения проблемы дефицита саженцев.